Доброе утро, уважаемые трейдеры! С вами Роман и сегодня заключительная торговая сессия этой недели. Мы продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Тремя главными событиями этой недели являются решения ФОМК, а также публикация показателей ВВП США и еврозоны за первый квартал. В среду стало известно, что Федеральной резервной системе, несмотря на весь ее оптимизм в отношении экономики, все же нужны реальные достижения с точки зрения макростатистики, прежде чем регулятор начнет готовить почву для сворачивания стимулов. А тем временем рост ВВП США в первом квартале превзошел ожидания. С января по март экономика выросла на 6,4% против 4,3% к кварталам ранее. На этом фоне доллар укрепился по отношению к евро и японской иене, однако его динамика по отношению к другим валютам была неоднозначной. Это говорит нам о том, что энтузиазм, вызванный релизом, был весьма ограничен, что неудивительно, учитывая ретроспективный характер ВВП. Валютная пара, австралийский доллар USDT в последнее время находится в боковом движении и несколько раз безуспешно пыталась пробить локальный уровень сопротивления 0,78. Показатели индекса деловой активности Китая, похоже, спровоцировали последний откат цен на австралийский доллар. Также давление на котировки оказывает текущее восстановление доллара США после сильных данных ВВП. Вероятно, пара австралиец продолжит консолидацию и будет ждать той самой новости, которая поможет активу начать или продолжить новый тренд. На пятницу запланирована публикация предварительных данных ВВП Еврозоны и Германии, который может дать новый импульс. В экономическом журнале Еврозоны также публикуются данные об индексе потребительских цен за апрель. США опубликуют данные о личных доходах и расходах за март, базовый индекс цен расходов на личное потребление и пересмотренный индекс потребительских настроений Мичигана за апрель. Данная статистика наряду с доходностью облигаций США может повлиять на динамику валютных пар с долларом США и позволить трейдерам воспользоваться некоторыми краткосрочными возможностями в последний день недели. Что касается фунта, то в свою очередь растет по отношению к доллару уже пятый день подряд. Отсутствие новостного фона очевидно пошло на пользу валюте. Отметка 1.40 является важным уровнем сопротивления, который вряд ли будет пробит до выходных. Следующая неделя важна для фунта, учитывая предстоящее заявление Банка Англии по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикацию отчета по занятости вне сельского хозяйства США. Ну а тем временем пара доллар-канадец обновила трехлетний минимум на фоне роста нефтяных котировок и средней недельной заработной платы. Банк Канады подогрел свою валюту, сократив объем программы выкупа активов и представив прогноз ужесточения ДКП. Отчет по ВВП страны должен быть опубликован в пятницу. Активный рост розничных продаж в прошлом месяце позволяет рассчитывать на сильную статистику. До тех пор, пока не появится явный драйвер, способный развернуть канадский доллар в другую сторону, тренд пары USD-канадец будет направлен вниз. Ну, что касается золота, то в четверг показало резкое движение вниз после того, как доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня за последние две недели на фоне более высоких, чем ожидалось ожиданий данных по ВВП за первый квартал. Ежедневные данные по заявкам на пособия по безработице в США также оказались более сильными, что свидетельствует об усилении восстановления экономики после пандемии. Ну, а на этом у нас, друзья, все. До скорых встреч, хороших вам выходных, до понедельника.